Раскрытие своей силы и эффективности. Если человек не связан с Богом, то он просто живёт как может. Есть люди по судьбе, имеющие много благочестия. В чём выражается благочестие? Хорошая красота, внешность. Человек рождается в хорошей семье, получает хорошее образование. Человек имеет природно хорошую речь, хорошую память, хорошую влиятельность, проницательность, власть, способность правильно общаться с людьми, способность знакомиться, способность прощать, просить прощения, создавать отношения. У каждого свой вид благочестия в жизни. Это даётся с рождения, с прошлых жизней, за твои заслуги с прошлого. Обычно люди, которые имеют много благочестия, становятся лидерами в обществе. Они ведут за собой других. Но поймите, что это всё то, что вы уже получили, ничего новенького. Эта энергия расходуется со временем, и даже человек благочестивый начинает испытывать трудности, если он не связан с источником счастья. Любая батарейка со временем разряжается. И обычно разряд происходит с возрастом. Вот, допустим, такой смешной пример, чтобы вы немножко посмеялись, пример с боярским, певцом боярским. Сначала «Три мушкетёра», да? Песня «Молодости». Пора, пора, порадуемся на своём веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнём «мерси баку». Ну, то есть, пока ты молодой, сильный, ты можешь в судьбе шепнуть «мерси баку», можешь хлебнуть чуть-чуть, покачивать перьями на шляпах и махать шашкой. Нет проблем. По молодости. «Три мушкетёра», да? Теперь, сорок лет спустя. Боярский. «Сколько дней осталось, как снять усталость, зеленоглазое такси, о-о-о-о, притормози, притормози и отвези меня туда, о-о-о-о, где будут рады мне всегда?» Сорок лет спустя. Вот, понимаете, всегда одно и то же. То есть, сначала благочестия много, покачиваем перьями на шляпах, судьбе не раз шепнём «мерси баку», порадуемся на своём веку. Всё по барабану. Чуть постарше. «Сколько дней осталось, как снять усталость?» Понимаете, то есть... Нет смысла в такой жизни. Батарейки разрядились, всё, жизни нет. Нужно батарейки заряжать всю жизнь. Нужно подпитываться этой духовной силой. И нужно в старости становиться несчастным и больным. Тому, кто не связан со Всевышним, никогда не сделать свой разум сильным и устойчивым. Никогда не сделать свой ум устойчивым. Без чего невозможно обрести покой. А как может быть счастливым тот, кто лишён покоя? Когда человек занимается работой над собой, постепенно в его сердце приходит раскрытие своего предназначения. Это чистота разума. Предназначение человека находится в разуме. Есть четыре конституции разума. Они все дают возможность человеку эффективно действовать в этом мире. Первая конституция — быть творческим человеком. Вот девушка подошла ко мне вчера, подарила мне красивую очень картину. Все удивились. Это у нас такой художник есть здесь, в нашем городе. Всем понравилась картина. Она говорит, «Олег Геннадьевич, я хочу свое творчество отдавать Богу». Это я почувствовал не так давно. Это называется раскрытие предназначений. Человек должен трудиться, рисовать и отдавать Богу это всё. И это приносит огромное счастье. Следующая конституция — создавать богатство и отдавать его на добрые дела. Многие люди создают богатство, но так как они не дают на добрые дела, они от этого богатства только пухнут, или сами пухнут, или кошельки у них пухнут. Они становятся всё круче и круче, круче и круче. Больше и больше. Больше и больше. Ну можно же лопнуть потом, в конце концов. То есть, когда человек всё время копит, от этого только страдает. У моей жены есть одна подружка, одна знакомая, она заболела раком лимфатической системы. Лимфатическая система связана с чувствами. И она как-то пришла к ней домой, смотрит, у ней дома столько вещей, просто всё захламлено. Ну просто столько вещей. Она взяла, короче, так тихонечко собрала часть вещей, которые там, ну просто не нужны, помогла, и раздала их. Не сказала-то ничего. Ну подружки. Та потом приходит, говорит, слушай, Лен, что-то мне после твоего прихода в доме так легко стало жить, так хорошо. Облегчение какое-то наступило. Та я рассказала, почему облегчение наступило, потому что половина вещей из дома ушло. Раздала просто всем, и всё. Видите, когда человек копит, 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 что происходит? Тяжело становится жить. Нужно, деньги нужны для того, чтобы всех сделать счастливыми, это целая наука. Часто люди думают, да, отдам благотворительную организацию. Многие благотворительные организации живут для того, чтобы раскошеливать таких дураков, которые не знают, куда деньги девать. Надо изучать, кому отдавать деньги, кому нет. Это сердце твое, чистое сердце подскажет тебе. Ты должен, если хочешь, допустим, помочь в детдоме, приди, организуй всё сам, чтобы детей накормили на твои деньги. Посмотри, как это происходит. То есть нужно немножко шевелить головой, чтобы пожертвования в наше время делать правильно. На благотворительной цели. Вот, я сейчас раскрою. Создавать богатство и отдавать его на добрые дела. Какова природа таких людей? Такие люди, которые вот так должны жить, у них природно есть определённый запас благочестия. Куда он выражается? В чём? Такие люди чувствуют, где можно заработать деньги, у них есть чутьё. У них есть возможность знакомиться, их природное свойство знакомиться и дружить, поддерживать отношения. Дальше такие люди способны продавать товар, то есть они могут вдохновить других, что-то приобрести. Такие люди, у них есть интуиция, кто их обманывает, а кто нет. Они чувствуют людей. Такие люди по природе с одной стороны любят копить, а с другой стороны у них есть природное также свойство кому-то что-то подарить. Они достаточно щедрые, любят кормить других и так далее, заботятся, они заботливые по своей природе. Эти люди должны, чтобы раскрылось это предназначение, для этого нужно трудиться в сердце над собой. Приходит время, и разум очищается, человек понимает, как ему правильно делать бизнес, как действовать так, чтобы было счастье бесконечное в жизни. Это непростой труд. Гораздо проще заработать деньги, чем правильно их направить в нужное русло. Это тяжелый труд, который надо совершать в своей жизни. Этот труд принесет счастье в жизни, принесет хорошие плоды. Дальше, следующая категория разума и категория людей. Управлять людьми и привести общество к процветанию. Человек может управлять небольшое количество людей или целой страной. Но счастье человек от этой деятельности получает, когда общество идет к процветанию. Если, вот смотрите, первая категория людей — быть творческим человеком. Если человек рисует для удовлетворения своих чувств, он никогда не будет счастлив. Он должен рисовать так, чтобы людям это нравилось, а это означает для Бога. Когда человек для Бога рисует, людям начинает нравиться. Когда он просто рисует то, что ему нравится, это никому не надо. Никому не интересны его эмоции. Очень много людей рисуют для себя, толку никакого нет. Это никому не интересно. Нужно рисовать для Бога, и тогда всем будет нравиться. Создавать богатство, отдавать его на добрые дела. Когда человек становится эффективным? Когда он хочет делать добрые дела больше, чем зарабатывать деньги. Его природа зарабатывать деньги — это его природа. Он это естественно делает. Но цель его в жизни — делать добрые дела. И тогда он становится счастливым, зарабатывая деньги. Управлять людьми. Если человек управляет людьми, какие его черты характера? Он склонен быть светским человеком. У него есть понимание, как строить отношения, как быть в элитном обществе, как одеваться, как разговаривать, как себя вести. Он склонен сохранять свою репутацию, не заводить порочных связей никаких. Такой человек склонен к власти. Ему важно, для него важна репутация и власть. Он может побороться за свою власть и может также правильно наказывать других людей. У него есть возможность управлять другими и быть старшим в отношениях с ними. Такой человек хорошо знает юридические законы, от природы у него хорошая ориентация в истории страны, в законах страны, в понимании, куда движутся, какие силы. И он склонен выбирать себе направление в жизни и побеждать. Но обычно такие люди, они, пользуясь властью, подминают под себя людей и эксплуатируют их, пытаются разбогатеть на этой власти и становятся несчастными в результате, в конечном счёте. но если человек управляет людьми, у него есть сила, могущество и власть, и он при этом трудится на благо Родины, такой человек испытывает бесконечное счастье в своей жизни. Бесконечное счастье. Поверьте мне, это очень и очень счастливая жизнь. Когда человек других делает счастливыми, представьте, какой он сам будет счастлив. И четвёртая категория людей – давать людям знания и возвышать их. Это какие люди? Вот первая категория – творческие люди, любая творческая деятельность. Вторая категория – любые торговцы, любые предприниматели. Третья категория – это могут быть милиционеры, могут быть правители, могут быть люди из армии, допустим, из правительства, из милиции, или просто человек руководит своей фирмой. Чем отличается руководитель от предпринимателя? Предприниматель строит поверхностные отношения с людьми. Он людей берёт с целью достижения цели какой-то. Цель достигнута, расходимся. Ну, то есть, он просто строит отношения выгоды с людьми. Поверхностные отношения выгоды. А руководитель стоит долгосрочное отношение с людьми, заботится о них и пытается всю жизнь помогать этим людям. Руководитель цель отношений создать структуру для руководителя, а для бизнесмена создать деньги. У них разные цели. Понятно, да? Четвёртая категория — это люди, которые дают людям знания. Это тренера, преподаватели, учителя, врачи, которые ведут здоровый образ жизни и пытаются людям, священники, юристы, которые изучают законы, правосудие и так далее. Вот это четвёртая категория людей. Теперь вопрос. Вы меня спрашиваете, Олег Геннадьевич, какой я категории отношусь? Ответ такой. Ко мне один раз подошёл один человек и говорит, Олег Геннадьевич, какой я категории отношусь? Я говорю, вы к какой-то категории? Он говорит, но я работаю не по своей природе. Я говорю, ну значит, надо пытаться развивать себя и менять деятельность. Приходит на следующую лекцию. Я говорю, Олег, вы начали двигаться в этом направлении? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? Он говорит, а потому что я вам не поверил. Я говорю, правильно, вы мне не поверите, потому что когда вы сами поймёте свою природу, вот тогда вы и поверите. А мои слова ничего не поменяют в вашей жизни. И он говорит, я что-то вас не понял. Я говорю, сейчас поймёте. Вы женат? Он говорит, нет. Я говорю, поднимите девушке руки, которые не замужем. Поднимает руки. Рядом с ним оказалась девушка, сидит не замужем. Я говорю, всё, будете мужем и женой. Он смотрит на меня, говорит, и она. Я говорю, вы согласны девушке? Она говорит, нет. Я говорю, почему? А он мне не нравится. Я говорю, а вы согласны? Нет. Она мне не нравится. Я ему говорю, так поймите, что выбрать себе мужа и жену, это тоже деятельность, такая же деятельность, как понять своё предназначение. Нужен труд. То есть вы чувствуете человека, изучаете его. Нужен труд в этом направлении. Но если вы не трудитесь в этом направлении, то как вам доказать, кто вам поможет в этом во всём? Определите моё предназначение, Олег Геннадьевич. Давайте найдём вам сначала жену. Развивайте, работайте над собой. Придёт время, ваше сердце вам точно подскажет ваше предназначение. Потому что когда человек действует с платформы разума, что значит деятельность с платформы разума? Это молитва. Человек повторяет, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Или повторяет какую-то молитву, он кланяется святому человеку. Это деятельность разума. А также работа над собой, выбор веры, решимость, преодоление трудностей, сила воли. Когда человек определяет, куда ему действовать в жизни, кем быть, кем работать, это всё одна и та же функция, это функция разума. Когда человек высшие сферы разума развивает, тогда у него появляется возможность также и решать и в низшие вопросы, связанные разумом. Куда свою волю направить, в каком направлении, в труде? Человек уже чувствует, куда ему легче, где ему легче направить свои силы. Потому что он в разуме уже трудился. Он уже может себя понимать. Он уже действовал в этом направлении. И поэтому ему легче понять своё предназначение. Он становится эффективным. И так, эффективность развивается только после того, как человек начинает работу над разумом на своём. Иногда люди по природе уже с самого детства эффективны в выборе своего предназначения. Это значит, что у них разум от природы сильный. И они легко как бы понимают себя. Но даже им нужна помощь. Я вам приведу пример, как я начал читать лекции. Я работал над собой, начинал осознанно где-то с 12 лет. Очень серьёзная практика. Каждый день йогой занимался, закалялся там и так далее. По 3-4 часа в день работал над собой. В 23 года, когда я работал, ну как бы я, постоянно пытался помогать людям, как мог. Вот, допустим, прихожу куда-нибудь на приём, там я в клинике учился, была клиника, свободное время есть, пошёл к пациентам, начал там им точки какие-нибудь нажимать, ну, попытаться помочь, вылечить людей. Мне бы хотелось научиться лечить людей, работал с ними постоянно. И один человек, и я рассказывал, как правильно жить всегда. Один человек слушал, слушал меня, говорит, слушай, ты классно рассказываешь, ты лекции где-нибудь читаешь? Я говорю, нет. Он говорит, ну пойдём, у нас будешь читать. А у него, он сотрудник института, там, институт подшипников в Самаре есть такой, и он там, научно-исследовательский институт, он там сотрудник. Говорит, я тебе соберу своих подчинённых, 20 человек, читай нам лекции, мы будем слушать. Ну, пришли его подчинённые, ну, взрослые люди, мне 23 года. Я пришёл, встал перед ними, у меня коленки задрожали. Вот реально я... И голос как бы отсекает. Ну, всего дня три, наверное, дрожали коленки. Потом я разошёлся, потому что эта природа начала действовать. Я как начал лекции читать, потом мне мама рассказала, ты, говорит, в детстве, когда тебе было 4 года, разок была такая ситуация, мы на остановке как бы стояли, автобуса ждали, и там телега какая-то стояла, ты на телегу, я тебе поставила, ты целый час стихи всем рассказывал, там люди собрались, и ты им рассказывал, дядя Стопа, великан, Малин, ты пошёл. Природа действует, понимаете, она действует, когда дают возможность. Вот этот человек мне помог начать читать лекции, сам бы я, наверное, не стал, страшно было. В чём заключается счастье в труде? Когда человек трудится на благо кого-то, особенно когда он для Бога трудится, тогда он бесконечно счастлив в труде. Но это трудно так сделать, потому что мы трудимся, мотивируемые страхом. Понимаете, мы всегда трудимся зачем? Чтобы жить. Нам нужны деньги, нужна квартира, нужна пища, мы без этого не можем жить. Ни один человек не может жить без пищи, ни один человек не может жить без жилья, ни один человек не может жить без условий для жизни. Это невозможно, это страшно. И поэтому первое, что нас мотивирует к труду, это страх, самовыживание. Но когда человек начинает думать о Боге, то Бог сначала заполняет силой внутренней это пространство, которое связано со страхом. и эта сила внутренняя решает все проблемы. У него появляется знание, как действовать, где работать, что делать, как, и у него все появляется на этой силы. И тогда появляется возможность действовать для Бога, как благодарность за то, что ты получаешь в сердце, действовать на благо всех людей. Когда человек действует таким образом, он по-настоящему становится развитым, развитым, успешным и счастливым. Вот представьте, вы приходите на прием к врачу, который не для денег трудится, не из страха, что ему надо есть, вас лечит, а просто хочет вам помочь. Вот представьте себе, такого человека вы встречаете. Это большая удача. Я вам сейчас расскажу историю одну. Я приехал в Индию лет 15 назад в поисках человека, который бы мне продавал камни, которые бы могли лечить. Нашел одного человека, он меня обманул, продал мне цепочку, несколько цепочек с синими турмалинами, в 4 раза дороже. Я не знал цены, я купил у него, пошел к другому человеку, говорю, а у вас есть вот такие камни? Он посмотрел на эти цепочки и говорит, я тебе найду. Ну, они в Джайпуре все друг друга знают, у кого там что есть, они знают. Я говорю, найду тебе, подожди немножко, я тебе найду эти цепочки. Я говорю, а сколько стоит? Он говорит, стоит вот столько, смотрю, в 4 раза дешевле. И я ему говорю, ну, хорошо, давайте мне эти цепочки. Он говорит сыну, ну, иди съезди, привези ему. Тот садится на мотоцикл, поехал. Я говорю, через сколько он приедет, тут цепочки? Он говорит, через 20 минут. Проходит 20 минут, никаких цепочек нет. Я говорю, где цепочки? Он говорит, ну, еще немного, подожди, он в дороге, он уже назад едет. Я жду еще 15 минут. Говорю, где цепочки? Он говорит, ну, сейчас уже подъедет. Я говорю, вы меня дурите, я пошел. Он посмотрел на меня, говорит, ну, иди. Ну, представьте, они уже там, этот человек целый час ездит ради меня куда-то, там, из этих цепочек, там, несколько штук. Хотя это такой серьезный, богатый человек. И он смотрит на меня, говорит, ну, иди. Я смотрю и думаю, ну, честный человек. Он не мотивирован тем, чтобы из меня что-то сгрести. Он просто спокойно улыбается мне, говорит, ну, иди, просто спокойно, понимаете, без всяких напряжений, без проблем. Ну, хочешь, иди. Нет проблем. Я говорю, не пойду. Приезжает его сын, буквально через пару минут. Это было испытание Бога для меня. И дает мне вот именно эти цепочки из этой же группы цепочек, что проданы эти камни. Потому что только, это редкий был камень, и только одна вот, ну, как бы, связка цепочек на весь город была. И он эту же связку мне и привозит. Им продает мне в 4 раза дешевле. А потом звонит этому человеку, который мне продал в 4 раза дороже, ругается с ним. И этот человек, я приезжаю, мне возвращают деньги, ему возвращают цепочки эти. И так я с этим человеком работаю уже 15 лет. И никогда он не обманывает, всегда заботится и так далее. Очень приятно, когда ты имеешь дело с такими людьми. Но потом я узнал, что это непростой человек. Его семья очень религиозная. Они постоянно в молитве живут, постоянно аскезы для Бога совершают, ходят по рикраме там для Бога. Понимаете? То есть вот постоянно в молитве. И вот был недавно такой случай в его жизни, как Бог спасает. У его сына родился ребенок, маленькая девочка, 4 месяца всего. И девочка как-то так бледненькая, не хочет кушать. И он начал молиться. и в сердце ему Господь подсказал, что очень опасная ситуация немедленно к врачу. И у нее есть знакомый врач, который также живет в молитве, его также. И этот врач, представляете, у девочки начиналась гангрена на ноге. Ну, то есть должны были отрезать ногу или вообще погибнуть она должна была. И эта гангрена просто насекомое укусило ребенка. Маленькая-маленькая точечка на ноге вообще незаметная. И туда инфекция пошла внутрь и начиналась гангрена. И они этот диагноз очень быстро обнаружили это все благодаря вот этой духовной практике. Дедушку просто вскрыли это место, вытащили вот эту инфекцию и зашили. Ну, остался шрам просто и все. И девочки спасли жизнь. И этот врач сказал, через два часа это было бы невозможно. Если бы вы через два часа приехали, ребенок бы был улишен жизни. Почему так произошло? Почему он все это? Потому что он молился Богу, понимаете? Господь сердце подсказал, что делать немедленно вот так вот надо и все. Второй случай. У дочери очень тяжелая судьба связана с личной жизнью у него, у дочери. Она долго не могла выйти замуж, вся семья молилась, потом намолились, вышла замуж дочь. Вышла замуж, начал мучить ее. И в конце концов отправил ее вместе с ребенком домой. Не захотел с ней жить. Они опять помолились, пригласили этого мужа. И собрались родни, примерно 20 человек. Они собрали родни и 8 часов с ним разговаривали. Он ее забрал назад, уехал. так люди решают вопрос своей судьбы, когда у них есть Бог в сердце. Понимаете? Все препятствия преодолеваются, пускай усилиями. Пускай усилиями. Если человек действует на благо других, вот как этот человек, он посмотрел на меня, мне надо, он ради меня начал трудиться. Он становится счастливым, он получает хороших сотрудников и все прочее.